В редакцию Лабытнанского телевидения обратился житель нашего города с просьбой рассказать историю о том, как его маленькая дочка чуть не погибла, гуляя в собственном дворе. Девочка провалилась в глубокий канализационный колодец, сверху прикрытый лишь большим сугробом. Почему люк оказался открытым и кто виноват в произошедшем, попыталась выяснить Татьяна Швец. Еще в выходные дни на этом месте была огромная куча снега. С нее, как с горки, каталась местная детвора. О том, что под грудой снега находится открытый септик полной воды, никто и не догадывался. Выдавался, впрочем, как и о том, к чему могло привести нахождение на импровизированной горке. Сразу оговоримся, что заполучная емкость оказалась колодцем. Уже сегодня объект был приведен на надлежащий вид, а именно обварен металлом и закрыт специальным люком. А изначально, еще в понеделях, спустя два дня после случившегося, все выглядело так. Сергей Дичук, папа той самой четырехлетней девочке, которая угодила в колодец, первым забил тревогу. Ведь попасть в ловушку мог любой другой ребенок, поскольку горы снега около придомовых территорий – любимое место для игр маленьких лабытнанцев. Дети ехали в субботу и провалились прямо в эту проталину, в этот колодец. Слава богу, что как бы так получилось, что никто не пострадал, вовремя среагировали очень быстро. У меня как бы дома не было, а жена была одна дома, и вот быстренько еле-еле вытащила. Ребенок почти по грудь был в воде. И слава богу, что вторая девочка прибежала очень быстро, и говорю, что еще быстро среагировали. К своему расследованию происшествия приступили и сотрудники управления ЖКХ и транспорта. Сегодня они пытаются выяснить причины случившегося. Выясняем все, скажем так, сопутствующие причины, и также виновных лиц пытаемся установить. Потому что мы понимаем, на данном участке ни управляющие компании, ни городское хозяйство, обслуживающие центральные дороги и проезды, не проводили работы, и не должны были их проводить в силу разграничения своих обязанностей. Возможно, это было поведено кем-то самостоятельно, потому что мы находимся на территории, где расположены частные гаражи, постройки. Возможно, кому-то потребовалось очистить свою территорию от снега, в данном случае проезд. И техника была загнана таким образом, что исковырнуло защитный люк с канализационного колодца, повредив его. Так как, видать, под снегом водитель мог и не заметить. Сегодня и Сергей Дичук не знает, кого винить в происшествии. Его дочь тогда отделалась, как говорят, испугом. Правда, нельзя сказать, что легким. Однако мужчина уверен, виновные должны быть обязательно найдены и наказаны. Татьяна Швец, Григорий Волков. Программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова